Всем привет! С вами модный блогер Станислав Андреевич Дровьев. Вам, вашим близким, берегите себя. Когда-то давно, может быть года два с половиной назад, я со Светланой, это канал Бывшая Зечка, это вот та женщина, которую вы сейчас услышите. Мы с ней договорились о том, что она запишет мне пару таких видеоинтервью, я выложу у себя на канале, и, ну, оставлю ссылки на нее, ну, в том числе, чтобы помочь ее каналу развиться. Выложить. Это было записано года два-двадцать с половиной назад. Света сейчас... Света продолжает вести свой канал. Ссылки на нее я оставлю в описании. Сейчас она более такая немножко сдержанная и менее... Ну, больше... Точнее, спокойнее держится перед камерой. Вот, кстати, вы можете посмотреть девочки, либо парни, да, которые на нее подпишутся, о том, как YouTube, вот это медиапространство, меняет людей. Ссылки я оставлю в описании. Были заданы вопросы зрителями моего канала, которые я адресовал ей и на которые она в этом видео отвечает. Поэтому еще раз, еще раз переходим по ссылке и смотрим другие видео, которые есть на канале у Светы, которые называются «Бывшая Зечка». Она очень давно тоже уже живет трезвой, честной жизнью. У нее много каких-то даже кулинарных влогов. Я думаю, ну, как и у меня, знаете, на весь вкус. И громозеки, и тюремная история, и люма, и там игры, и что угодно. Всегда круто быть разносторонним человеком, кем Светлана является. А сейчас давайте послушаем, как сиделось на женских колониях какое-то время назад. Так, значит, продолжаем. Как ведут женские этапы? Как везут, вернее, не ведут, а везут. Ну, женские этапы, короче, благополучно, я бы так сказала, без каких-либо, там, допустим, нет, женщины не бьют. В этапе женщины не бьют конвоиры. Там, наоборот, продолжение происходит той же самой романтики, да, там, в этапе получается, ну, в этом вагоне одна камера чаще всего женская. В основном там сидят мужчины. И вот по всему вагону, по столы пину, твоя, значит, женская камера получается самая последняя. И вот тебя первую туда, женщин первых заводят, а потом уже заводят мужчин. Ну, такие там моменты есть, когда, значит, ты у конвоиров просишься в туалет, и вот тебя выводят в туалет, и вы даже себе представить не можете, что там начинает происходить. Там просто столыпина даже вот такие, рабица, вот так натянутая, да, сетка. И вот так вот мужики все вылазят со своих, значит, купе, скажем так, к этой сетке. Сколько их там человек набивают в одно купе, и они вот так вот вылазят на тебя там, смотрят, как иногда даже было аж страшно. Ну, уже когда, допустим, вот я взрослая, поехала этапом, как-то я уже это все прошла. Вот когда была малолетка, о, да вы что, мамочки, сколько я горя там хапнула только в одном этапе. Ну, вот в одном столыпина, это сколько там было эмоций у мужчин, и как они их это высказывали. И это вообще, конечно, для малолетки это немножко шокирующее такое поведение мужское, такое озверелое, скажем так. Кто-то едет на пересылку, кто-то там, допустим, только едет на зону, кто-то там года два на тюрьме пробыл без какого женского внимания, а то-то вот она, она идет, и кроме как палец высунуть в эту рабицу, он больше ничего не может. И вот умоляет тебя прям подержаться за этот палец. Короче, ну, конвоиры нет, конвоиры как-то более нормально. Есть, конечно, бабы-то неадекватные, как, ну, вот, по крайней мере, мои случаи, я вот привожу примеры все со своими случаями, да, у меня такого не было. Женщин, конечно же, не это, ну, не били, не били, и нормально слышали они, когда мы просились там в туалет или кипятка просили, они нам все подносили, все давали. Ну, как-то так нормально. Тем более, я сутки всего ехала в Столыпень, и как-то это нормально прошло. Также воронки нас потом нормально посадили, и уже повезли по колониям, значит. Не было там никакого такого, чтобы что-то это запоминающее было, нет. Обычный Столыпень, все по-обычному. И не было у меня такого случая, чтобы я там услышала, что мужчин там как-то, ну, обиженные эти мужики. Мужики сами вы прекрасно знаете, как они себя ведут. Там, допустим, ты начинаешь общаться с людьми, ну, там какой-то интерес завязался, там как-то начинается какое-то общение, этот пес лезет в разговор, пытается там сидиться в этой обиженке. Несчастных этих пацанов забили, как селедку в это купе, а он там один сидит, потому что, видите ли, у него рабочее заднее место. И, ну, короче, такие вот есть, а среди женщин как-то такого нет. Вот, нормально так. Сидели ли действительно важные авторитетные женщины, которые могли мужику, ну, которые многих мужиков сильнее морально? Преступницы или лидеры? Может быть, начальницы в прошлом? Ну, в моей практике, когда я сидела, таких высокопоставленных, я так понимаю, что это говорится за высокопоставленных каких-то там, допустим, чиновников или каких-то там начальников, таких нету, в нашей колонии таких не было. Были, конечно, девчата бизнесменки, скажем так, частные предприниматели, там, да, что-то там, у них какой-то свой бизнес был, и такие были, ну, чтобы вот там прямо такая вот какая-то важная птица. Единственное, что я уже находилась на зоне, и у нас, ой, с дома 2 там какая-то дама была, ну, это была на тюрьме на Челябинске, вот, слуг за нее ходил, ну, такая более такая известная, скажем так. Если говорить за, не помню ее фамилию, вот эту женщину с дома 2, ну, она была, да, на тюрьме. Допустим, если говорить за авторитетов, авторитетов вот у нас, у женщин, то я что могу сказать? У нас, как таковых, такого слова авторитеты, блатные, нету. Это чаще всего на мужских колониях у нас нету. У нас блатная, значит, или авторитетная, это актив. Это актив, это завхоз, это дневальная, это, значит, бугор. Это вот такие вот авторитетные. На моей практике был такой один сильный завхоз. Вот это я своими глазами видела, слышала. В ее присутствии замирали все 500 человек, 500 женщин. Она, значит, ну, такая сама по себе, она и справедливая такая дама была она. Ну, и, конечно же, ну, нагловатое, разговора нету. А как еще, как в таких колониях, как еще быть? В ее присутствии, да, замирали, страх чувствовали, это разговора нет, такая сильная, духом она боевая такая баба была. При мне она, значит, дважды была. Я когда заехала в колонию, она уже досиживала, освободилась. А я потом уже сидела, она приехала, значит, еще один срок. И, естественно, опять же, она стала завхозом. То бишь, ну, это такое есть, да. Вот что есть, то есть. Потом, значит, ну, это все-таки авторитеты, это вот такие вот авторитеты. Это все, что связано, ну, как сказать, с активом. Вот у нас такие авторитеты. У нас больше таких вот, что там вот она приблотнена. Допустим, если у мужчин в сусе сидят, да, то вот там они отказываются от режима содержания и того подобное. Вот они сидят в сусе. Ребята, это аудитория, я так скажу. Потому что не могу никак сказать, там, мужчины, женщины, кто смотрит, да. Я одно могу сказать. Кто у нас сидит в сусе, у женщин, вот даже взять нашу четверку, да. Вот у нас кто сидит в сусе, изначально они что-то пытаются, пальцы гнуть и там туда поехать, типа, ломают режим, да. На самом деле, в оконцовке они до такой степени там перевоплощаются. И до такой степени они начинают нужные милиции, их потом выпускают, им дают такие громадные шансы, но уже ничего блатного в них нет. Только есть, вот, как я уже говорила до этого, что только есть все, что связано с активом. Они становятся активистки, они, значит, такие места там себе зарабатывают, как бригадиры, значит, как там завхозы и тому подобное. Это тоже очень тяжело в колонии, не каждый может стать бригадиром там или завхозом. Это очень довольно-таки сложно. Ну, я, допустим, скрывать не буду, я тоже была бригадиром, но изначально мне нужно было очень многое, длительный путь пройти. Около где-то, наверное, пяти лет я пыталась там, скоблилась, как могла, выживала, значит, работала швейой, в столовой работала, работаю очень тяжелой везде. Везде работа по-своему адская, тяжелая, просто невозможная. И вот потом я вот как-то согласилась на предложение такое, значит, я стала бригадиром и работала на овощничке, значит, это такие госконтракты, маринады все возможные, вот это вот все. Ну, здесь я, ну, ничего не могу сказать, ничего не сожалею, конечно, здоровье свое потеряла, но и при этом, при всем получила всевозможные свои привилегии, которые могут осужденные в колониях получать. Так что я не жалею, не сожалею ни в коем случае, не хочу здесь сейчас мусоров как-то, что нет. Все было довольно-таки у бригадиров, у завхозов и, значит, у дневалок, у них побольше возможности что-то сделать в этой колонии. Мусора их слышат, и из-за этого, ну, как-то попроще жить становится. То бишь ты уже становишься нужной, ты можешь помочь хоть каким-то образом девчонкам, там, которые попадают, там, объяснительные и тому подобное, ты можешь хоть как-то их отмазать. У тебя появляется такая возможность. Так что, чтобы такие уж важные дамы у нас сидели, нет, такого не было, при мне не было. Так, женщины. Бывшие сотрудники сидят отдельно или вместе? Ну, конечно же, отдельно. Ну, это даже не обсуждается. Кто с нами их посадит? Ну, просто представь, я вот знаю, что она ходила тут надо мной, там, да, пальцы там как-то гнула, там, что-то командовала, там, что-то мне там говорила, и тут ее посадили. Да, я плюну на весь свой срок, с удовольствием, как я ей захочу пнуть, чтобы она прочувствовала это все по-человечески. Да ты что? Нет, конечно, они сидят отдельно. Чем отличаются режимы на женских зонах? Общий, строгий. Ну, вообще, одну могу сказать. Я находилась всегда на общем режиме. Значит, по мне так вот, я на четверку приехала, я бы лучше еще пять малолеток пошла. Для меня это был вообще такой режим, ну, мне просто сравнивать не с чем. Вот девчонки, которые приезжали из других регионов, да, им есть с чем сравнивать. Они могут, они знают, ну, с чем сравнивать, как у них в колонии и как у нас в колонии. Они считают, что у нас это вообще самая дебильная колония. Они вот, кто с Новосибирска, с Омска, девчата приезжали, они вообще всегда говорят, господи, как мы могли вообще попасть на этот Урал? Как вообще такое случилось и за что нам такое наказание, что мы попали в такую колонию? Ну, для меня напряга чисто в такой, в режиме, вот, прям серьезного не было. Ну, человек, по-моему, привыкает ко всему. Я не могу сказать, что, конечно, у нас любой человек нормальный там, что женщина, что мужчина, все хотят просто ноги кверху, да, чтобы все просто отлежался, отвалялся и освободился. Ну, естественно, нет, мы в зону, мы приехали не на курорт, мы приехали не на север на заработки, да, мы приехали в зону. И, естественно, там какой есть режим, он такой есть, и ничего-то от этого. И я там много раз возмущалась, и вот эти проверки долбанные, которые мы могли по три, по четыре часа стоять, типа они там кого-то недосчитались, а кто-то там потерялся или кто-то там убежал. Я всегда говорила, господи, да вы откройте этот шлюз, откройте. Ну, если только три человека туда подойдут, просто посмотреть, что там и что. Ну, ни одна бежать не будет, потому что половине колонии даже бежать некуда. Ребят, некуда бежать. У половины колонии, у них ни жилье, ни жилья нету, ничего нету вообще. Они полжизни сидят, они освобождаются, опять садятся, освобождаются, опять садятся. У них нету ничего, куда бежим-то. Сбережений никаких нету. Ну, кто куда побежит-то. И плюс ко всему три раза тебя в день кормят, да, ты на белом спишь. Или ты там на дороге стояла, там непонятно, дадут тебе это 50 рублей, не дадут. Вот, ну, всякие дамы, да, бывают, всякого, а тут тебе не нужно ничего зарабатывать, не надо искать там какие-то 50 рублей у тебя, вот оно все. Своего рода-то ты полностью на гособеспечении находишься. Ну, конечно, да, то, что послабление. Ну, а я, с другой стороны, даже и счастлива была, что нету, ну, не было там такой возможности, чтобы пойло было в достатке или наркота там была в достатке. Просто, ну, это вот сейчас вот в моей памяти это все лежит. А вот так вот представишь, когда выходишь, вот я жила в локальном участке, где было два отряда, да, то бишь два отряда передвигались, ну, это 300 человек вот они ходят, да. И ты вот так вот выйдешь, смотришь и думаешь, господи, трындец. Там нормальных баб, вот, которые более-менее нормальные, очень их мало. Чаще всего, что это, ну, наркоманки, да, они что, они покололись, а потом в себя пришли, и они, ну, нормально, здраво выглядят. А алкашки, ну, это же вообще на них страшно смотреть, там вообще, там, черти чо, там, ужас какой-то, и чо, куда бежать-то, кому, кто, где, кого ждет. Она полжизни пробухала, полжизни отсидела, и так что бежать абсолютно некуда. И, естественно, что это, вот, что такие вот были моменты, что напрягал чем режим, что вот когда нас там просчитывали, держали, дождь идет, или мороз там лютый, мы стоим, а они, типа, не могут никого найти. Вот это вот, да, это вообще, это такое, вот эти проверки, это самое такое, внеочередные они там называются, внеочередные проверки. Вот это вот самое такое, прям жопа, я вам хочу сказать, невозможное, или солнце палящее на тебя там светит, и ты не знаешь, куда спрятаться, как быть, а одежда полностью, у тебя все под горло, все, брюки, все закрыто, нету там таких одежек, ты там в сарафанчике летнем или еще что-то, нет, там все закрыто, ты потеешь, стоишь, ты не знаешь, что делать. Мы единственное спасались, а там бутылки вот так вот пшикали на себя, чтобы хоть как-то это, ну, это все, конечно, вообще трындец, я хочу вам сказать. Так, есть ли обиженные, подаются ли они моральному или сексуально, подавляются ли они морально или сексуально? Ну, конечно, никаких таких обиженных, никто, никого не насилуют. Это не мужская колония, где-то может происходить вот такие вот беспредельные какие-то дела у нас, у женщин такого нету. Это, слава богу, женщина все-таки здравая, я не хочу ни в коем случае видеть мужчин наших, нет, ну, у нас такого нету, и ни одной бабе нормальной в голову не придет. Это малолетка, на малолетке, да, бывали такие моменты, что там, и то вот я, кроме как, что тебя там избили, там, керзовыми сапогами, это вот раньше на малолетке, ну, чтобы там что-то над тобой делали, как-то издевались, нет, такого нету, а тем более на взрослой женской колонии, да, уже все мамы, бабушки, у всех внуки, у всех дети, нет, такого, и кого-то принудить, там, заниматься сексуальными какими-то, там, развратом, такого нету. А сами, господи, а зачем принуждать-то? Чего принуждать? Этому не нужно принуждать, это все само по себе произвольно происходит. Вот есть, допустим, дама там, да, хорошо греется, к ней постоянно ездят, у нее постоянно все есть, она ни в чем не нуждается, там, все, и, допустим, появляется там еще одна, которая ни хрена не греется, но имеет там какой-то свой авторитет, там, ее как-то прислушиваются, там, все, ну, плюс ко всему еще коротко стрижена, там, допустим, такая, ну, чего ее к себе не подобрать, чего в любовь не поиграть, почему не поиграть-то? И, таким образом, это все приживальские такие моменты, чаще всего это все приживальские моменты. Бывают, разговора нет, бывает среди осужденных любовь, бывает. Прямо начинают они любить друг друга, причем потом освобождаются, у них продолжается эта связь, ну, правда, ненадолго, потому что мужчина все равно побеждает в таких моментах, ну, это бывает все, на первых порах, пока еще вот это вот все есть, это все бывает, но насильственно никто никого никогда в постель не положит, нет, это даже быть не может, и вообще, какой может быть у женщин, у женщин вообще самый красивый секс между женщиной и женщиной, ну, никакое, как там может вообще что-то насильственного происходить, нет, конечно, это наоборот все только такого по собственному, обоюдному желанию все, ну, и есть сожители, которые они давно уже начинают, ну, занимаются этими делами, у них все это как-то само по себе происходит, они не скрывают этого, это не стремно, там, допустим, как вот в мужских колоносах у женщин это не стремно, ну, сожительствует она и сожительствует, это только вот у цыган, там, в цыганской расе, там, может быть, что их отстраняют и тому подобное, что они потом домой вернуться не могут, если вот, ну, сожительствуют, а у нас-то нет, у нас у русских-то что, все по собственному желанию, без каких время быстрее летит, я так хочу сказать, летит быстрее время, есть какие-то эмоции, а эмоции, они действительно зашкаливают там иногда, что прям вот так вот выше крыши, любовь там у них, ну, и плюс ко всему приятно, вот, любовь же она как у них там заключается, не то, что там они на каждом шагу себя как кролики, нет, любовь заключается в том, что вот у тебя день рождения, она тебе обязательно подарок подарит, а в зонах любое внимание, оно всегда приятно, потому что тебе не хватает родных, близких не хватает, семьи твоей не хватает, и она тебе начинает заменять, хотя бы вот так вот временно она тебе ее заменяет, она ухаживает за тобой, она тебе какие-то подарочки дарит, ты ей делаешь эти подарочки, ну, вот так вот, и время быстрее проходит, 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 и вот глядишь уже и конец срока, ну, а больше как еще его коротать? Да, это действительно правда, правда ли, что однополый секс нормален в женских колониях? Это действительно правда, это нормально, ничего здесь такого стремного нету. Единственное, есть табу, вот я еще раз повторяю, это у цыган и у русских, допустим, цыгане никогда не будут, ну, с русскими пить из одной кружки, никогда этого они делать не будут, потому что они придерживаются своего морального кодекса, у них это все очень строго, значит, потому что женщина, если не дай бог, она не важно, чистая ты русская, нечистая, там, сожитель ты, не сожитель, но она никогда, цыганка, если пришла с тобой к тебе за стол, то она обязательно будет со своей кружкой, это положуха такая, это обязаловка, потому что у них намного потом в процессе всего, если у нас у русских это нету, то у них потом в процессе их отстраняют, если она, не дай бог, с русским, ну, там, тем более сожителем попила из одной кружки, она может потерять навсегда свою семью, от нее отказывается семья, и больше себя она очистить никак уже не сможет, все, ей уже только остается, ну, сожительство, там, остаться в этой колонии навсегда, потому что на воле она никому не нужна будет, все, трындец, ее жизнь закончилась, из-за этого у них своя посуда, у них своя, все прекрасно все это знают, все придерживаются этого морального и женного кодекса, никто никогда не напакостит, никто никогда не переступит эту грань, все, ну, стараются как-то это, и вот, допустим, по мне так, ну, я, наоборот, поддерживала эту систему, потому что для меня вообще это тяжело и сложно, у меня знакомая цыганка, я ее безумно обожаю, это женщина, с которой я такой путь прошла в этой колонии, и она просто отстраненная, она отстраненная по своему, там, по второму сроку, да, по первому, она, у нее что-то там произошло, там, она неправильно себя попила, ну, попила, там, с русской девочкой из одной кружки, и, короче, сама в этом призналась, ее отстранены, но суть не в этом, факт, что она до сих пор, она выходит на свободу, она пытается сделать какие-то сходки, собрать всех этих высокопоставленных этих цыган, с авторитетом, чтобы они могли ее оправдать, но ее оправдать никто, и она потеряла, ни детей не видит своих, ни внуков своих не видит, ну, короче, трындец какой, я, я просто вижу, я вижу ее боль, я вижу ее, как она страдает, как она мучается, она выходит, опять берет эту наркоту, начинает делать эти бабки, чтобы собрать эту сходку, чтобы все ублажить, а в оконцовке ей раз и облом, раз и облом, она приезжает на большие срока, чтобы опять все, и сейчас она уже в возрасте, но у ней все равно она как-то хочет себя оправдать, и из-за этого я поддерживала, поддерживала это все, и я еще раз повторюсь, что я там работала бригадиром, когда у меня конкретно, значит, в моей бригаде это было заведено, у нас была верхняя полочка, значит, там цыгане оставили только свои кружки, нижняя полочка, это, значит, ну, шкаф просто висит, это не обязательно, там, верхняя, нижняя, это роль никакой не играет, что мы могли там жить наверху, они там, не важно, что, ну, я это к тому говорю, что отдельная полка цыганская, отдельная полка русская, то бишь я, ну, всегда это придерживалась и понимала, что это очень важно, потому что эти люди действительно потом по жизни они лишаются всего, а у нас, ну, хихоньки-хахоньки, прошло-прошло, и как-то вот так вот, женщина, мы куры, да, как нас говорят, с нас какой спрос? С нас спроса-то никакого нету, а вот у них-то, с цыганских женщин, еще какой спрос, и из-за этого, так что, здесь, а тоже, знаете, такая система, страшное дело. Так, часто спят вместе? Ну, нет, скажем так, влюбленные пары, чтобы вот прям часто, чтобы добиться, чтобы они были в одном отряде, это тоже дохера делов, это нужно так потрудиться обоим, так нужно поносить какую-либо там информацию в оперую часть, да, чтобы их соединили в один отряд, а так, ну, таким образом мусора вербуют, вот они вербуют, вот она мусор раскусил, да, там в суперчасти, что ты сожительница, да, и у тебя твоя сожитель живет там в соседней локалке, да, ну, и все, она начинает тебя вербовать таким образом, хочешь с ней находиться в одной локальной, в одном локальном участке, так что давай приноси мне сюда информацию любую, а там ценна любая информация, и все, я вас соединю, вы будете вместе жить, все у вас будет окей, ну, естественно, девки ведутся на такую, очень тяжело, конечно, в зонах, чтобы они находились вместе, ну, даже если, когда они находятся, а в зоне это не секрет, что они, допустим, сожители, вот они находятся вместе, то ты уже сразу мозгуешь и сразу начинаешь понимать, что это не просто так, что их вместе соединили, значит, там уже, ну, для себя делаешь выводы, что вот так вот просто они сели, это не скрыть, то бишь такая, это не скрываемая, когда до мусоров доходит, что даже если вы в одной отряде там познакомились и начали потихоньку сожительствовать, тебя по-любому кто-то пойдет и сдаст, там они друг друга все сдают, обязательно, обязательно или ночная, дневальная обязательно побежит, там стуканет это завхозу, а завхоз там, если ты ее там требования какие не выполнишь, она стуканет на тебя, ну, короче, все равно это раскроется, так ли это в секции кто-то заметит или еще что-то, это все раскроется и в оконцовке все это будет, ну, конечно, всячески девки стараются как-то там, что живут, живут и на производстве, и где, возможно, всячески пытаются, чтобы себя как-то порадовало. Так, необыкновенные курьезные случаи сексуальной сферы, секс, зэчик с ментами, секс-игрушки, ну, нет, этого ничего нету, в нашей колонии этого не было, никакие не секс-игрушки, никакого вот этого, господи, там, какие игрушки, ребят, вы о чем сейчас говорили, какие игрушки, там лишь бы, вот, быстренько бы сделать это дело, и чтобы никто тебя не засек, и никто тебя не увидел. Господи, какие могут, а с мусорами, ну, да и не было там таких мусоров, чтобы прям конкретно там, не, я до этого уже говорила, что бывали такие случаи, его уволили, она освободилась, а потом от него родила, но уж как они там, и где они там сталкивались, ну, им-то намного попроще, наверное, было, что он ее вызвал там, в ту же дежурную часть, и где-нибудь воткнул ее, ну, как-то, а у нас нет никаких там сексуальных игрушек и всему подобного этого нету. А вот это вопрос очень интересный. С чем самым тяжелым сталкиваются девчонки, когда освобождается совсем? Все тяжело. Тяжело, все, идет такие везде, палки в колеса ставятся, что тяжело очень. Во-первых, работу найти не можешь, это вот самое такое основное. Ну, я не сужу за всех, я вот сейчас в данный момент говорю за себя. Конечно, ничего не могу такого сказать. Там эти, какого... Господи, где детей-то? Из детского дома вот я ребенка забирала, да? Ну, то бишь, воспитатели все пошли там на все эти всевозможные опека. Здесь вот мне прям здорово помогли, и я пацана своего забрала там за 20 дней там, да? Быстренько все это сделала, оформила, и мальчишка со мной сейчас находится. Ну, а потом уже впоследствии у меня начались трындец какие проблемы. Неработы, тут это пандемия, вот это коронавирус, тут еще там что-то. И, короче, вот пока вот сейчас вот такая неразбериха во всем в этом идет, очень тяжеловато, очень. Я вообще, конечно, думала, что я вытерпела на зоне, да? Здесь мне вообще раз плюнуть будет, я здесь на ноги быстренько соскочу, встану. Ну, очень тяжело. Вот такие вот вопросы, вот такие. Ну, я освободилась, слава богу, без надзора, без ничего, тубишь, мне намного попроще. А есть, конечно, девчонки, которые освобождаются с надзором, она восьмеру топнула, еще восемь лет у меня надзору. Вот представь, она не со своего города выехать не может, она вообще ничего не может. А в городе в своем, там, допустим, вообще копеечные зарплаты. И вот она каким-то там бахтовым методом, чтобы перебраться там куда-то в более большой город, чтобы что-то заработать. Ну, короче, везде палки в колеса. Вот везде очень тяжеловато. Ну, мне вот, по крайней мере, вот пока тяжеловато, вот честно говорю. Не думала я, что так будет тяжеловато. Мне намного легче было, когда я освободилась с малолетки. Ну, как-то вот быстрее я себя как-то нашла, и все. А сейчас немножечко вот прям вот как-то меня, может быть, срок из-за того, что такое вот все-таки восемь лет. Ну, пока не могу. Плюс вот этот коронавирус и вот это вот все, как-то мне тяжеловато, честно говорю, ребят. Есть ли такие зоны, куда все хотят попасть? Лучший режим, кормежка или наоборот, куда бояться? Ну, скажем так, что каждый хочет в свой регион. Вот, допустим, я, вот мне рассказывали там, допустим, за новосибирские колонии, за Орские, что там колонии чуть ли не черные и тому подобное, что у них там так классно все. Я уралка, я здесь, да, ну, я отсюда сама, я не хочу никуда ехать. Мне не надо ничего. Меня вот устраивает регион, во-первых, родные рядом, да, во-вторых, ну, и вообще, зачем мне, у них там свои устои, у меня здесь, у нас здесь свои устои, ну, нафига куда-то рваться. Я вот, нет, не старалась никуда не вырваться, не уехать. Конечно, такие есть, которые пытаются зону у нас уехать на больничку. Ну, таким образом тоже там, знаешь, как отдохнуть. Туда сваливают, доказывают, что вот они наркоманки, там, и алкоголички, их, короче, увозят. И они таким образом думают, что они оттуда побыстрее уйдут по УДО. Но, когда они туда приезжают, рогами вот так вот упираются, возвращаются назад на нашу колонию и говорят, блин, какая же я все-таки овца была, что я вообще туда поехала. Ну, лучше своего ничего нет. Вот всегда нужно оценить то, что есть рядом, а не то, что тянуться там за каким-то непонятно куда и куда тебя привезут и что там с тобой будет. Или здесь, а ты маме там с папой своим позвонила, там, если что-то с тобой происходит, и они могут быстренько как-то среагировать и тебе помочь, да. Или ты будешь, черти, на куличках, и что ни родственники, никто тебе не помочь не сможет, там одна, и никто тебя не знает, и посылки тебе будут идти чуть ли не годами до тебя. Да и вообще, зачем это надо? Вот сидишь ты в своем регионе и сиди. Мне было вообще жалко тех девчонок, которые привозили к нам, черти откуда вы, и как они страдали, родственники, которые хотели к ним приехать, но не могли, потому что там только один билет стоит 15 тысяч. Ну, сюда, до нас добраться и назад, и, ну, естественно, у кого такие бабки-то есть. Это тоже очень... Но те колонии, единственное, которую я знаю, самую страшную колонию женскую, это Мордовия. Это Мордовия, это там, где... Это двойка, по-моему, если я не ошибаюсь, это Мордовия-двойка. Вот там вот, вот там в натуре бедолаги. Вот там действительно, я не знаю, ну, сейчас вроде как поговаривают, что администрацию сняли. Ну, я не знаю, как даже, я даже представляю, у нас были девчата, которые оттуда, и у меня был такой случай, когда я как раз поехала этапом на свою тюрьму, сюда на Централ, значит, с четверки, да, и вот я в камеру в транзитную зашла, и, короче, я просто обратила внимание, что одна девочка ходит шепотом разговаривать. Ну, я раз так посмотрю на всех, вроде никто не спит. Думаю, что она шепотом все разговаривает? Может, голоса нету, может, еще что. Ну, и тут я как-то это, у соседки у своей спрашиваю, говорю, а что она шепотом разговаривает? Да, она с Мордовией. Я говорю, и что? Ну, тогда еще не наслышана не была, ничего. Ну, и потом, начиная с ней разговаривать, блин, такие страсти, это вообще трындец, они даже громко даже разговаривают, боятся, потому что их там так молотили, так делали, потом следом заходит, ну, время какое-то проходит, еще одна приехала тоже с Мордовии, оказывается, ее с Кургана отправили туда лечиться, и целый год ее родственники не могли найти, вообще не могли, они не знали, как ее разыскать. И, короче, родственники просто не знали, где находится Ихина, ну, Ихина родственница. И все, и вот, ну, она, потому что она уже оттуда возвращалась, вот эта, которая шепотом говорила, ей надо было ехать назад туда. А эта уже возвращалась назад к себе в Курган, и вот она там порассказывала, мамочки, это вообще трындец. Она говорит, ну, что я со своего Кургана приехала туда, там все, по Калидору иду с кружкой, ну, без всякой мысли по продолу, да, без всякой мысли у меня даже раз мусора там заходит, ну, заходит, здравствуйте, поздоровалась, а там все в оконцовке, как мне дубиналом, говорит, прилетела вдоль лопаток. Я, говорит, просто обалдела в оконцовке. Ну, они меня бить начали так, что, и потом только выяснилось, что это оказывается из-за того, что я шла с кружкой по Калидору. Я, говорит, девчата, я просто прозрела. Плюс ко всему, там есть специальные дни для завхозов и для дневалов, представляете? Если у нас, допустим, ну, не стремно быть завхозом, там, да, ты работаешь, ну, у тебя как-то побольше власти и тому подобное. А там, прикиньте, вот она завхоз, значит, если ее отряд какое-то нарушение привел, значит, тебе мусора устанавливают определенный этот какой-то день. Допустим, твой день, вторник. Ты приходишь в дежурную часть во вторник, и тебя просто там пиздят. За то, что на твоем отряде есть нарушение. И ты каждую неделю, ты знаешь, что тебе надо прийти туда во вторник, и что тебя будут бить. Ну, представь, один раз ты пришла, да, тебя там побили, и ты уже боишься следующего вторника, а потом еще следующий вторник, а потом еще... Ну, представьте, вот такая вот хрень, ну, просто, конечно, вообще страшная. Я вот тоже ролики как-то смотрела, что девчата, которые освобождались, они пытались как-то донести до общественности, что там происходит. Ну, я не знаю, почему. То ли мусора там откупается, то ли, ну, всем насрать на спецконтингент. Ну, все-таки бедные девки там, конечно, вообще трындец как страдает. Дай бог, что у них сейчас все там... Если по-другому, то дай бог. Ну, а если... Ну, и бывали такие случаи... А, я по телевизору еще в зоне сидела, видела передачу, по-моему, пусть говорят, что там выступали. Но опять-таки, которая у нас девочка сидела, она видела всех этих осужденных, которые там выступали, и она говорит, это завхозы и дневалки, они поют под мусорскую дудочку. То бишь, они сейчас говорят неправду, они боятся говорить правду. Ну, естественно, там, да, потому что она знает прекрасно, ее сейчас привезут назад туда в колонию и хлопнут, да. Ну, вернее, они уже осудили, что вдруг она опять сядет и попадет туда, и ее опять там будут, короче, долбить. Ну, есть такие, да. Вот это вот самое страшное. Молдовия, ну, Мордовия. У нас многие осужденные, короче, освобождались, и потом опять заезжали, да, и вот много до нас доходило, что она не на четверку едет, а едет в Мордовию. Блин, аж, вот я клянусь, вот я сейчас даже говорю, а у меня мурашки идут по телу, потому что я вот одно хочу сказать, что это самое страшное, чем может быть в колонии, когда администрация тебя долбит. Вот это вот самое. Ты и так безвольная, и так бесхребетная, и так у тебя нету твоего слова, ты никто там, да, и плюс ко всему тебя еще там долбят. Вот это трындец, как страшно. Так что, я не знаю. Я считаю, что это, да, у нас такого нету. Ну, в принципе, вот это вот и все. Я ответила на все вопросы, которые у меня были. Так что, надеюсь, вас заинтересовало, может быть, это как-то вам понравится. И спасибо тебе, Стамислав, огромное за твои вопросы, за то, что дал такую возможность мне немножко высказаться, рассказать о наболевшем, так бы я сказала о своем. И все-таки я думаю, что из-за твоего канала все-таки как-то побольше женщин услышит вообще вот это вот все, о чем я говорю. Ну и Наталья, еще раз хочу тебе сказать спасибо за встречу со Станиславом, огромное. Все, ребята, пока. Еще раз, еще раз благодарим Светлану, еще раз переходим по ссылке, кому интересно то, что она рассказывает, и подписываемся, передаем от меня привет в комментариях. А я напомню, да, что у меня есть бусти, куда я уже начал выкладывать и делать ролики, которые эксклюзивно для этого, ну, такого медиаресурса будут предназначены. По ссылке можете подписаться на телегу, куда я, ну, как правило, анонсы видео, выкладываю анонсы того, что будет происходить. Ребятам, которые подписаны меня на бусти, я прям охуенно благодарен. Спасибо большое. Прям, ну, реально даете энтузиазм ребятам, которые поддерживают меня копеечкой на стримах, донаты. Прям очень спасибо. Копеечки не лишние, сами знаете. Каждому, кто смотрел этот ролик, я желаю всего самого хорошего, здоровья, счастья в личной жизни, бабла. Еще раз по ссылке в описании. Канал Светланы. Берегите себя. До новых встреч.